Друзья, всем привет! Меня зовут Сеня. Я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Как вы поняли по названию этого видео, сегодня я буду первый раз в своей жизни пробовать каштаны. Каштан – это орех, произрастающий в южных регионах, хотя некоторые садоводы умудряются выращивать его и в средних широтах. Каштан встречается не только в России, но и в других странах Европы, Азии и даже Америки. Во Франции, например, ежегодно проводится гастрономический фестиваль, посвященный каштану. И тогда улицы наполняются ароматами жареных каштанов. Но в прошлом каштаны считались едой исключительно бедняков. Именно каштан заменял людям хлеб до того, как появился картофель. Из него делали муку и пекли лепешки, варили супы и жарили. Поэтому в некоторых регионах каштан зовут хлебным деревом или хлебом бедняков. Так как я родилась и всю свою жизнь прожила на севере, я ни разу не пробовала этот необычный орех. Не то чтобы не пробовала, я даже не видела его. Конечно, для ежан это самый обычный продукт, который они видят с детства. Они его кушают с детства. Поэтому многим из вас, ежанам, знаком этот вкус. Но не мне и не северянам. Сбор каштанов начинается как раз таки сейчас, осенью, с сентября по ноябрь. И сейчас самое время его пробовать. Если вы не пробовали, то обычно каштаны продаются на рынке. Но сейчас, наверное, мне кажется, даже в обычных магазинах можно купить каштаны. Напишите, кстати, в вашем городе продается этот орех или нет. Но если же вы хотите лесной каштан, то, пожалуйста, можно поехать в лес и пособирать его там. Каштан можно кушать сырым, можно его отварить, можно его пожарить. А если вы придете в ресторан, то вам могут предложить каштан в составе какого-то салата. А пока вы смотрите, как я готовлю каштаны, напишите в комментариях, пробовали ли вы их. На что, по вашему мнению, похож вкус каштанов и продаются ли они в вашем городе. Если вам прямо сейчас пришла мысль в голову, о, а схожу-ка я сейчас в парк и насобираю каштанов, хочу вас огорчить. Есть каштаны как съедобные, так и несъедобные. Несъедобные каштаны, которые называются конские, они произрастают в большинстве южных городов, прямо на улицах. И остывшие каштанчики я пересыпаю на тарелочку. Ну что, начинаем нашу дегустацию. Каштанчики сварились, я их выложила на тарелочку. И прежде чем дегустировать, я хочу проверить вашу интуицию. Как вы думаете, какой из этих двух каштанов, покажу вам поближе, посмотрите, какой из них вареный, а какой свежий, сырой? Жду-жду-жду, пока вы напишите в комментариях. Давайте, пишите ваши догадки. Потому что вот, видите, их внешний облик, они прям вообще ничем не отличаются. Вареный, сырой, мне кажется, у них вообще никаких отличий нет. Правильный ответ. В правой руке у меня вареный был орех, а в левой у меня был свежий. Даже цвет не поменялся. Все то же самое. Поэтому никак не определишь. Абсолютно никак. Первым я хочу попробовать обычный свежий орех, не вареный. Потому что говорят, что между ними есть какая-то разница. Но это очевидно. Вареный продукт и свежий продукт, это разные вещи. Честно говоря, я не умею разделывать эти орехи. Я с ними сталкиваюсь в первый раз. Поэтому не обращайте внимания, что я сейчас там буду возиться с этим. Слушайте, ну он прямо так тяжеловато режется. Как его разделывают. О! Вот так вот эти свежие орехи выглядят внутри. На самом деле очень похоже на обычный какой-то фундук. Просто фундук-переросток. Как его вообще-то выковыривать отсюда, я не знаю. Фундук-переросток. Пробуем. Он сладкий. Он сладкий у него. Даже какой-то он хрустящий. У нас в саду есть фундук. И когда я собираю недосперший фундук, то вкус прям копия. Поверьте. Интересно. Я, кстати, вот такими представляла. Ну, как бы орех. И для сравнения мы возьмем вареный орешек. Попробуем. Разрезаю так же. Не умеючи. Но режется он, в принципе, так же. Мягче он от этого не стал от варки. Ммм. Ну, кстати, выглядеть он стал совсем по-другому. А вот так вот внутри выглядит вареный орех. Вот. Если мы сравним слева вареный орех и свежий. Структура поменялась. Это точно. Такое ощущение, что вареный стал как бы такой более мягкий, что ли. Ну, сейчас попробуем. Друзья, он похож на вареную картошку внешне. Вот такой же вот цвет. Такой беловато-желтоватый. И структура как будто картошечная. Не знаю, может быть, я сейчас покажусь странный. Но для меня запах даже не совсем ореховый какой-то, а как будто вареной курицы. Что с моим носом? Почему мне кажется, что это вареная курица? Пробуем. Он вообще другой. Он настолько отличается от свежего. Как будто я просто два разных ореха попробовала сейчас. Ощущение, что ты действительно жуешь картошку вареную. Но при этом она сладкая. И чуть-чуть отдает будто бы ореховостью. Но запах, знаете, мне не покидает запах, будто бы это вареная курица. Мне кажется, что для северян, которые никогда это не пробовали, для них этот орех будет очень странным. Ну, прям очень странным. Я не говорю, что он невкусный. Нет, он как бы очень своеобразный, да. Но я таких вкусов не пробовала. Сладкая картошка. У нас на Урале в огороде был топинамбур. Земляная сладкая картошка. Вот честно говоря, я пробовала топинамбур настолько давно, что я уже даже вкуса не помню. Но мне почему-то кажется, что это очень похоже. В Краснодаре очень много каштанов. И каждодневная моя дорога до вуза, она шла по аллее каштанов. И каждую осень я молилась, проходя под этими каштанами, чтобы они мне на голову не упали. Потому что они с такой силой летят сверху вниз и ударяются. При мне как-то на паре каштанов этот колючий упал. Господи, я думаю, это же такой опасный орех. Орехопад. Я всегда думала, ну вот какой он на вкус. Вот какой этот орех на вкус. А вот такой вот. Это картошка с ореховым привкусом. Я успела почитать в интернете, что каштаны больше всего произрастают именно в горной местности. И люди советуют, если вы хотите пособирать эти каштаны, ехать в Горячий Ключевской, в Туапсинский, в Широнские районы. Там прям леса этих каштанов. Так что можно совместить приятное с полезным. Так что пока сезон, обязательно сходите на рынок, купите каштанов, ну или в лес. И попробуйте, продегустируйте этот необычный южный орех. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать его лайком и написать комментарий. Также, если вы еще не подписаны, то советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok